Для одного полководца успех, а тысячи костей в земле. Так же и у бойцов. За славой и победами одного скрыты слезы и горечь поражения десятков других. Привет, тигры каменных джунглей! С вами Федорович, а в этом видео я вам расскажу про легендарного дзюдоиста Хиде Хико Йосиду, который решил покорить бои без правил. Упущенная рыба всегда кажется крупной, а упущенная возможность огромной. Но когда ты сделал все, что мог ради своей цели, жалеть не о чем. Прямо как Хиде Хико Йосида. Мужик является легендой дзюдо для японцев и нужно сказать, что не зря. Постоянно занимая призовые места под дзюдо на чемпионатах Японии, Европы, Азии и мира, в 1992 году для него наступил звездный час на Олимпийских играх, где он провел шесть схваток и в общем потратил на них менее 16 минут, став олимпийским чемпионом, обретя вечную славу. Но настоящему льву всегда мало мяса, а бойцу славы. Поэтому в 32 года Хиде Хико решает перейти в ММА, чтобы доказать всему миру эффективность дзюдо в любых условиях и подписывает контракт с Прайд. В дебютном для дзюдика поединке Прайд организовывает события, которое собрало десятки тысяч зрителей в зале и миллионы за экраном телевизоров. Это была битва джиу-джитсу против дзюдо. Встречались две легенды – Ройс Грейси против Хиде Хико Ясиды. Бой был по правилам борьбы, без ударов, длительностью в один 10-минутный раунд, без решения судей. То есть только досрочная победа болевым или удушающим, или ничья по истечению времени. С первых секунд боя Грейси сокращает дистанцию и затягивает Ясиду на себя, принимая свое излюбленное положение на спине. Но как фотография жены в бумажнике напоминает о том, что там могли бы лежать деньги, так и Хиде Хико напомнил Ройсу о том, что он не ударник, не понимающий, как бороться, и сразу занял доминирующее положение, делая удушающий. Рефери долго рассматривал ситуацию и, не увидев признаков сопротивления от Грейси, остановил бой, признав победу Ясиды. Но разъяренный Ройс встал на ноги и бросился на Рефа с кулаками, крича о том, что он не сдавался, устроив со своей командой бразильский беспредел, который для спокойных японцев вообще был дикостью, но в качестве разнообразия после умеренной жизни вполне понравился. Дураками сумасшедшим всегда нужно уступать дорогу, а хорошие бойцы должны ее проложить сами. После скандального начала с Грейси в 2002 году Ясида дебютирует по полноценным правилам ММА, а в сопернике получает не кого-нибудь, а легендарного Дона Фрая. Конечно же, Фрай пытался сразу перебить дзюдоиста, но это оказалось не так просто. Ведь при первой же возможности бой перешел в партер, где японец показал, что такое дзюдо, мастерски сделав болевой на руку, от которого Фрай не хотел сдаваться, за что получил перелом. В следующих двух поединках Хидехико одолел Кирилл. Кио Ситамуру, причем дважды удушающим. Но после отличного дебюта в 2003 году в Токио мастер дзюдо встречается с самым дерзким бойцом Прайда, Вандерлаем Сильвой. Конечно, Сида понимал, что в стойке против такого жесткого нокаутера ему ничего не светит, поэтому постоянно пытался перевести бой в партер. Но Сильва матерый волк, который не только выбивает зубы, но и сам может побороться даже с удавом. В одном из моментов он сам чуть не задушил японца треугольником. Что можно сказать точно, так это то, что зрители пищали от восторга, наблюдая за этой кровавой мясорубкой. Хидехико пропускал множество ударов, но при этом и сам пытался бить Вандерлея, делая постоянные попытки затянуть того в борьбу. Единогласным решением судей победил Сильва, но Исида доказал всему миру, что он настоящий боец и готов даже к таким поединкам. Месть Месть – это ужасная вещь для того, в ком она живет, уничтожая его изнутри. 2003 год. Сайтама. Ройс Грейси добивается реванша против Йосиды, но меняет правила боя. Хидехико проявил дух самурая и принял все условия без возражений, за что на первых же секундах боя получил ногой в пах от Ройса. Разрешены все удары, то есть полноценные правила ММА. Два раунда по 10 минут. Бой может остановить только секундант, выбросив полотенце. Если не было досрочной победы по истечению двух раундов, объявляется ничья. Мало того, Грейси выходит на бой без курточки. Это был единственный раз в его карьере. В общем, мужик ради мести не гнушался ничего. Ожидаемо. Большинство времени бой проходил в партере, сопровождаясь жесткими ударами. Нужно сказать, что несмотря на все подлости от Грейси, в этом бою он выглядел лучше и сделал для победы больше. Но бой продлился все отведенное время и по его же условиям была объявлена ничья. Через 6 месяцев Хиде Хико принимает новый для себя вызов в лице супер-самоанца, отличного кикбоксера с пушечным ударом Марка Ханта, для которого этот бой был дебютным в ММА. Конечно, самоанец с первых секунд решил работать в своей привычной манере кикбоксинга. Но иногда только промахнувшись, понимаешь, как ты попал. И Ханг понял на первой же минуте, чем отличается ММА от кикбоксинга, когда японец перевел его в партер и сделал болевой на руку, от которого Марк сумел выпутаться, но ненадолго. Через 5 минут боя все повторилось, только теперь закончилось в пользу Эсиды, а Ханту прибавилось головняка с изучением борьбы, без которой в ММА будет тяжко. После фееричной победы над Хантом, Хиде Хига соглашается на очередной вызов. Но теперь ему будет противостоять также олимпийский чемпион и также борец, только греко-римского и вольного стилей, Рулон Гарднер. Хорош ли лук зависит от натягивающей его руки, а хорош ли бой от того, что показывают в нем бойцы. Но на удивление всех зрителей, в бою, в котором сошлись два олимпийских чемпиона по борьбе, все наблюдали за поединков боксеров-перворазрядников, которые всего пару раз поборолись в партере, а практически весь бой бросали джебы. Но как бы там ни было, единогласным решением судей победил Рулон Гарднер, после чего он решил, что ММА не для него и закончил карьеру с рекордом 1-0. Реванш с Ван дер Леем Сильвой в 2005 году приносит Юсиди еще одно поражение и снова судейским решением. Но последующая встреча с танком Эбботом показывает, что Хиде Хико неплохо освоил удары, хотя бой он выигрывает коронным удушающим. Интуиция поразительное чутье, которое подсказывает женщине, что она права, даже когда она не права. Такое же чутье было и у Юсиды, когда он принял вызов от 4-х кратного чемпиона мира по дзюдо Наоя Агавы, с которым он уже встречался на турнирах по дзюдо. Но теперь на профи ринге все гораздо серьезнее. С первых секунд боя Юсида показывает, что уже стал матерым ММАшником и начинает засыпать Агаву ударами, даже не пытаясь переводить в партер. Поначалу казалось, что Наоя немного растерян и не ожидал такого развития боя. Но когда поединок перешел в партер, картина немного поменялась. Воспользовавшись моментом, как настоящий дзюдик, Хиде Хика забирает руку и проводит болевое, держивая победу, оставляя Агаву еще несколько минут лежать без сил на канвасе. В раздумьях, стоит ли ему вообще дальше выступать по ММА. Это была пиковая точка карьеры Юсиды, после которой он провел еще 8 поединков, 5 из которых проиграл. А прощальный бой он провел со своим учеником Кадзухирой Накамурой в 2010 году, который закончился не в его пользу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями. А в комментах напишите, у какого стиля боя, по вашему мнению, больше всего шансов в ММА. Конечно же, не считая алканинзей. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Вот так вот, когда их достать, понимаешь? Не напрягаясь. Могу ребро вот так вот просто взять, вот так вот, и ребро вот достать у человека. Этим ребром ему, хоп, и глаз свой выколоть, да? Как бы ни отходим из этого образа, представляем, что мы медведи. Субтитры сделал DimaTorzok